МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе между финишем и стартом мы поговорим о ралли Сардиния-2010, пятом этапе очередного сезона серии АРСИ. Молодой чемпионат, созданный пять лет назад для нового класса Супер-2000, продолжает прогрессировать, и, как следствие, борьба становится все более плотной. Победы на первых четырех этапах одержали четыре разных пилота Мика Хирванин, Юха Ханнинин, Крис Мик и Ян Капецки. Этап на Сардинии подвел черту под дебютной частью сезона, в которой большинство гонок проходило на Гравий. Затем, начиная со следующего этапа в Бельгии, пилотам предстоит соревноваться уже на асфальте, а значит, на ведущие роли должны выйти другие пилоты, те, кого в раллийном мире принято называть асфальтовыми специалистами. Гонка в Италии, как и многие уже в календаре АРСИ, еще в недалеком прошлом принимала у себя один из этапов чемпионата мира. По тому же пути пошли в свое время и организаторы легендарного ралли Монте-Карло. Смена статуса соревнований на популярности гонки отразилась, прямо скажем, не в лучшую сторону. И хоть ралли Сардинии собрало рекордную для АРСИ телевизионную аудиторию, зрителей непосредственно на спецучастках было гораздо меньше, чем год назад. А ведь посмотреть здесь было на кого. На этапе в Италии собрался, пожалуй, сильнейший состав участников со времен дебютного этапа сезона в том же Монте-Карло. На итальянский остров высадился приличный десант из Пежо. К прошлогоднему чемпиону Крису Мику присоединился также и Себастьян Ажге. Молодой француз за несколько недель до этапа АРСИ одержал свою первую победу в чемпионате мира на гонке в Португалии и после финиша удостоился лесной характеристики от Себастьяна Лёба. Шестикратный чемпион мира назвал своего соотечественника и тезку ни много ни мало самым быстрым сейчас пилотом чемпионата мира. Дополнили звездный состав Пежо еще несколько сильных гонщиков и среди них в первую очередь стоило обратить внимание на Пауло Андреуччи. Итальянец, благодаря отличному знанию трассы, мог включиться в борьбу лидеров. Главными соперниками пилотов на французских автомобилях должны были стать гонщики на Шкодах. Пилоты заводской команды Ян Капецкий и Юха Ханнин уже одержали до гонки на Сардинии по одной победе в чемпионате и не прочь были пополнить свой очковый багаж. Чуть менее успешно начал сезон Гай Уилкс, который также выступает на Файбе, но в составе команды Шкода Юкей. Двукратный чемпион Великобритании победил на заключительном этапе прошлого сезона в Шотландии, а в этом сезоне, по крайней мере, до начала этапа на Сардинии считался одним из главных претендентов на титул. Впрочем, уже после первого допа гонки на итальянском острове Гайе к числу соискателей титула было отнести уже сложно. И дело не только в том, что британец, разбив машину, выбыл из борьбы. В результате аварии Уилкс получил серьезную травму спины. Врачи обнаружили у пилота трещины в двух поясничных позвонках, и теперь британцу придется пропустить несколько гонок. Уилкс был не единственным, кто выбыл из гонки уже после первого допа. Сойти из-за проблем с двигателем пришлось и Ажье. На втором допе потерял немало времени и промежуточный лидер Ян Капецкий. Чех ошибся в одном из поворотов и проиграл несколько десятков секунд. Не слишком быстро был и Юхо Ханнин. Финн ехал по трассе первым и терял время, расчищая трассу для соперников. Основная борьба за лидерство таким образом развернулась между Крисом Миком и Паулу Андреуччи. Причем итальянец никак не хотел уступать без боя. Отстал он лишь в начале второго дня, да и то из-за неверно выбранных настроек подвески. К тому моменту к лидерам уже подобрался Юхо Ханнин. В начале второго дня Финн наконец расстался с ролью бульдозера и принялся сокращать отрыв от Мика и Андреуччи. Итальянец остался позади сразу, да и Мик под давлением Финна не выдержал. Ошибкой вылета дистанции оставили Криса без очков, а Ханнин таким образом мог спокойно доехать до финиша. Андреуччи был уже почти в 40 секундах позади. Финну не составило труда довести дело до победы и укрепить свое лидерство в личном зачете серии. Я бы не сказал, что победа досталась мне легко. На ознакомлении я и представить себе не мог, что покрытие будет таким скользким. Но потом, после двух километров, я обогнал АЖЕ и понял, что в гонке придется трудно. На трассе было очень много мелкого гравия, машина постоянно скользила в поворотах. Я потерял немного времени на первом спецучастке, но затем приспособился и начал наращивать темп. На следующее утро мне удалось выиграть у Криса несколько секунд, оказать на него давление, и он совершил ошибку. Вот после этого, да, было довольно комфортно, и я мог спокойно катить до финиша. Тем не менее, еще раз повторю, это было очень сложное ралли, и я рад, что не перестарался в самом его начале, что сделал все правильно и не допустил ни одной ошибки. Я пытался сохранять спокойствие, смотрел, что делают остальные парни, постоянно анализировал обстановку на трассе и никуда не торопился. Кажется, это была неплохая идея. Схватку за победу на последних топах зрители не увидели, зато весьма напряженной получилась борьба за второе место. Потеряв на утренней секции второго дня гонки более полуминуты, Пауло Андреучи оказался под атаками Яна Капецки, но тем не менее устоял и занял в гонке второе место, совсем неплохо для частного экипажа. Капецки же так и остался третьим. Чеху не хватило чуть более двух секунд, чтобы опередить итальянца и принести Школье очередной дубль. Мы начали гонку весьма неплохо. Выиграли первый спецучасток, потом показывали неплохую скорость на втором. Лидировали и, судя по отсечкам, на секторах шли очень неплохо. Но затем я зашел в один из поворотов слишком узко, мы задели камень и повредили правое переднее колесо. Мне еще повезло, что мы финишировали на том спецучастке. Было потеряно около 50 секунд, мы с первого места опустились на четвертый или пятый, и потом всю гонку пытались отыграться. В первый день удалось показать несколько лучших времен, я был доволен темпом. Второй день мы начали в 40 секундах позади Андреучи, а за три спецучастка до финиша отрыв сократился до 5 секунд. Мы пытались прибавить, но надо отдать ему должное, он был тоже очень хорош. В итоге мы финишировали в двух или трех секундах позади. Конечно, у нас был небольшой запас, мы могли ехать чуть-чуть быстрее, но тогда нам пришлось бы еще сильнее рисковать. Я же не хотел допустить ошибку и вылететь с трассы, поэтому мы решили, что лучше будет просто сохранить третье место. Основная борьба за титул теперь, похоже, пойдет между двумя пилотами команды «Шкода». Ханнинин и Капецкий лидируют в чемпионате. В зачете производителей у чешской марки преимущества и вовсе подавляющие. После каждой из первых пяти гонок как минимум два пилота чешской марки были на подиуме, но такие результаты, похоже, перед началом сезона не надеялись и в самой команде. После гонки на Сардинии у нас была возможность поговорить с пилотами и руководителями самого успешного коллектива чемпионата о причинах успеха. Мы очень довольны. Больше того, мы счастливы. И потому, что нам удалось выиграть это знаменитое ралли, и потому, что мы лидируем в обоих зачетах. Перед стартом гонки мы посчитали, что около семи гонщиков здесь могут претендовать на победу, и соперничать с ними было непросто. Но мы привезли две машины на подиум, и это просто великолепный результат. Конечно, перед началом сезона мы рассчитывали, что будем постоянно бороться в лидирующей группе. Мы много работали в прошлом году, чтобы сделать этот проект успешным. Всегда непросто верно оценить свою форму перед началом чемпионата. Если честно, не могу сказать, что мы рассчитывали на такой успех. Конечно, нельзя останавливаться, надо все время прогрессировать, чтобы оставаться наверху. Но мы сделаем все от нас зависящее. Отдельных слов заслуживает Июха Ханнинин. В прошлом году Финн принес Шкоде первую победу в АРС на ралли «Россия». Однако после этого явно не блистал и закончил год на шестой строчке в личном зачете чемпионата. В этом же сезоне Июха буквально расцвел, и в первых пяти гонках уже набрал вдвое больше очков, чем за весь прошлогодний чемпионат. Я прекрасно понимаю, что в прошлом году мои результаты несколько не соответствовали ожиданиям команды. Я набрал не так много очков, несколько раз ошибался и, естественно, не ждал такого старта в этом году. Пришлось чуть изменить тактику по сравнению с прошлым сезоном. Теперь я уже не выжимаю максимум из машины все время, не стараюсь выиграть каждый спецучасток. Просто пробую в первую очередь финишировать и заработать как можно больше очков. Пока все складывается неплохо, но дальше загадывать нет смысла. Ян Капецки также может быть доволен стартом сезона. Чех совершил несколько ошибок, но сейчас идет на втором месте в личном зачете и имеет все шансы сократить отставание, ведь во второй половине сезона большая часть гонок пройдет на асфальте, любимом для Капецки покрытий. Именно на нем в прошлом году он одержал обе свои победы в АРС. Я думаю, началом сезона мы можем быть довольны. Я давно выступаю за эту команду и знаю, как они могут работать. Так что не стану говорить, что результаты первых гонок стали для меня большим сюрпризом. Мы и в прошлом сезоне были достаточно быстры, а в этом должны были прибавить еще. Так что все закономерно. На ралли Монте-Карло мы были на подиуме, потом также в каждой из последующих гонок были очень быстры. Окей, сейчас мы провели несколько гонок на гравии, и мне было сложнее. В Чехии вообще нет гравийных гонок. Асфальт мне куда привычнее, так что началом сезона я могу быть доволен. Сейчас нам предстоит несколько асфальтовых гонок, и на них мне должно быть проще. Конечно, мы хотим выигрывать все гонки, но это невозможно. К примеру, здесь, на Сардинии, я допустил ошибку. Мы потеряли немного времени в самом начале. Но затем мы смогли подняться на подиум. Я был немного удивлен тем, насколько быстры мы были здесь. Конечно, на асфальтовых гонках мы хотим побеждать чаще, но будет очень непросто. В чемпионате много сильных пилотов, много быстрых машин, так что посмотрим. Юх и Ханнину в борьбе с Капецки на асфальте придется непросто, и Фин понимает, что именно собственный напарник по команде скорее всего будет его главным соперником в споре за титул. Действующему чемпиону Крису Мику достать пару пилотов Шкоды будет сложно. Пилот Пежо выиграл в этом году одну гонку, однако на остальных этапах либо допускал ошибки, либо просто не мог тягаться в скорости с гонщиками Шкоды. Права на ошибку у британца уже нет. Чтобы завивать второй подряд титул, ему надо будет сильно постараться. Я бы не стал говорить, что Крис уже не сможет выиграть титул. Надо помнить про систему начисления очков. В зачет пойдут 7 лучших результатов, так что у него все еще есть шанс выиграть все оставшиеся гонки и завоевать титул. Он все еще может набрать максимально возможное количество очков. Но с другой стороны, и ему, и мне придется нелегко на асфальтовых гонках. Все знают, насколько на асфальте силен. Капецки. Так что, если помнить об этом, то, наверное, действительно можно сказать, что Ян будет моим основным соперником в споре за титул. Да, пока все выглядит так, что именно с Юха нам и предстоит бороться за титул. Окей, сейчас он лидирует в чемпионате, у него больше очков, но он гравийный специалист. Посмотрим, что ему удастся сделать на асфальте. На Канадских островах он был достаточно быстро, но у нас шансов на асфальте все же побольше. Для руководства команды лидерство Капецки и Ханнина в личном зачете в радость. Но в то же время подобная ситуация может привести к неприятным последствиям. Рано или поздно Михалу Храбанику предстоит решить, на кого делать ставку. В данный момент я всем доволен. Мы в отличной форме, у нас прекрасная позиция в зачете производителей. В личном зачете все так же складывается неплохо. Я бы пока не стал говорить о командной тактике. Сейчас только начало лета, и нам надо в первую очередь посмотреть, как будет изменяться таблица. Вполне возможно, затем мы и примем какое-нибудь решение. Но в этот момент это очень открыто. Следующие гонки пилоты заводской команды Шкода будут проводить на обновленной машине. Там же, на Сардинии, состоялась презентация обновленной Фабии Супер 2000. От предшественницы ее отличают обновленный аэродинамический обвес передней части и доработанный мотор. Новый двигатель на 5 лошадиных сил мощнее предыдущего. Я бы не сказал, что изменения масштабны. Главная разница в новом аэродинамическом обвесе передней части. Машина стала шире на 20 мм. Это поможет гонщикам более уверенно проходить повороты. Новинку Капецкий и Ханнинин получат в свое распоряжение уже на следующей гонке в Бельгии. И проведут на ней остаток сезона. Обновленный обвес должен помочь пилотам Шкода быть быстрее на асфальтовых этапах. А значит, соперникам чешской команды придется еще сложнее. Вполне возможно, в ближайшее время Шкоде придется готовить и еще одну модификацию Фабии. Со следующего года в чемпионате мира по ралли в действие выступает новый регламент на основе Супер 2000. И многие эксперты предполагают, что заводская команда Шкода может перейти в WRC. Впрочем, пока руководство спортивного подразделения марки не готово озвучивать планы на следующий сезон. У нас есть несколько идей относительно следующего года, но пока мы ждем подтверждения некоторых деталей технического регламента чемпионата мира. Сейчас только начало лета, но мы не готовы говорить о том, что случится в будущем году. Изменения в регламенте чемпионата были призваны привлечь в WRC новые команды. Уже точно останутся в первенстве планеты Форта и Ситроен. Скорее всего, присоединится к ним и мини. В Шкоде также происходящие изменения оценивают позитивно, однако не торопятся делать выводы. Я думаю, совершенно ясно, что что-то должно было произойти. Только время покажет, насколько верными были решения Международной Автомобильной Федерации. Прежде всего, надо понять, сколько новых команд готовы прийти в чемпионат мира. Вполне возможно, что мы подождем. Может быть, проведем в WRC еще один год. В таком варианте есть свои плюсы. У нас, по крайней мере, будет дополнительное время оценить все происходящее в WRC. Автоспорт — это не дешевое занятие, и прежде чем принять окончательное решение, надо все тщательно взвесить. Пока же я могу сказать только одно. Наш проект Super 2000 успешен, и мы хотим, чтобы он таковым оставался. Субтитры создавал DimaTorzok